Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я демонстрировал в качестве приманки для окуня вот такой стример. Меня попросили изготовить что-то наподобие. Хочу с вами поделиться. Я взял крючок, восьмой номер. Изначально для того, чтобы можно было отпугивать более мелкую красноперку и мелкого окуня. Поставил шарик пластмассовый, можно поставить вольфрамовый, но шарик у меня окрашен флуоресцентной краской. Я грузил немножечко свинцом. Всем хорош стример! Есть одно только лишь но. Это то, что в изготовлении используется мех альпака, который, к сожалению, не каждый вязальщик мух может найти. Крепим нить. Заменить практически ничем не возможно. Так как мех имеет очень хорошую подвижность и за счет этого игра хвостика и всей приманки очень хорошая. В одном из фильмов я демонстрировал один из окуневых стримеров, где применял мех песца, который очень-очень-очень нежный, с брюшка. Тут еще более-менее как-то мог конкурировать. Но мех альпака есть мех альпака. Возьмем с вами немножечко еще промажем клеем. В качестве сегментирования я буду использовать вот такой материал. Я уже вам показывал это у нас, чтобы вам было видно. Он бывает разной ширины, но качество его всегда неизменное. Бывает, правда, разного оттенка. Закрепили. И теперь я беру совсем небольшую прядь. Вот меха нашего. Подровняем сразу пряди, чтобы потом нам не тратить на это время. Я буду использовать приблизительно так, чтобы длина его была две длины, даже полторы-две длины крючка. И в месте крепления у загиба я его вот так прихватываю в одной точке. Оставшийся материал я не убираю. Перевожу нашу нить к нашему шарику. Слегка промажу цевьё клеем и слегка подкрутив наш мех для того, чтобы нам было удобно наматывать, я начинаю нашим мехом формировать тело. Помогаем пальцами, если в этом есть необходимость. Вот так. Доходим до нашего колечка. Здесь постараемся красиво закрепить. Пока ничего не отрезаем. В двух-трёх точках, буквально совсем-совсем немножечко, чтобы наш люрекс, который мы сейчас будем обматывать, мог подхватиться. Мы с вами начинаем обмоточку. У хвостика я выполняю один полный оборот. И теперь как можно ближе, но с небольшим разрывом по полмиллиметрика оставляем, чтобы было видно наше тело. Возле горловинки делаем один полный оборот. И закрепим наш материал. Как вы видите, у нас вышел симпатичный хвостик и привлекательное тело. Для того, чтобы не оставлять вот такую некрасивую нам шею в месте крепления всех материалов возле шарика, я возьму щепоточку вот такого даббинга. с помощью его мы с вами скроем место крепления. и сразу нанесу на нить капельку клея и сделаем завершающий узел. Как вы видите, очень быстро мы закрепили с вами удачную модель стримера на которую с успехом ловится практически вся белая рыба даже не пропускает и щука поэтому аккуратненько выбирайте величину крючка отсекайте нежелательные поклевки величиной крючка и используйте поводок если вдруг проживает в этом месте щука благодарю вас за внимание до скорых встреч